Продолжение следует... Помяни нас среди высшего сомна ангелов и сделай нас одними из твоих любимых рабов, о которых свидетельствуют на небесах. О, Аллах, не делай нас из числа тех, кто известен на земле, но не упоминается у тебя. О, Аллах, сделай нас известными на небесах и неизвестными на земле. Любимые мои братья в Аллахе, сегодня мы поговорим о любимом избранном пророке, да благословит его Аллах и приветствует. Предводитель, пример для подражания. Учитель, воспитатель, наставник, наставляющий на прямой путь Всевышнего Аллаха. Мухаммаду бна Абдилля, да пребудут над ним лучшие и совершенные благословения Аллаха. Салават на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, означает, что мы молим Аллаха, говоря, О, Аллах, помяни Мухаммада и его семью в высшем сомне. Произносите много салаватов на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Того, кто из нас один раз призовет благословение на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах благословит его за это десять раз. То есть Аллах упомянет тебя десять раз среди небесных ангелов. О, Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как благословил ты Ибрагима и семейство Ибрагима, воистину ты хвалимый славный. И не спошли свои благословения Мухаммаду и семейство Мухаммада, как не спослал ты благословения Ибрагиму и семейство Ибрагима, воистину ты хвалимый славный. Любимые мои братья в Аллахе, о ком мы сегодня будем говорить? О ком мы говорим? О том, о котором сказал сам Господь миров. о том, кого похвалил Творец Всего Сущего, о том, чьи отличительные качества упомянул Аллах, сотворивший все создания. Он прославил Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и возвысил его так, что ученые сказали, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является лучшим из всех созданий. Он не просто лучший из людей, а наилучший из всех созданий и творений. Он лучше, чем трон Аллаха, чем его престол, лучше, чем ангелы, лучше, чем все человечество, и лучше, чем все и вся из того, что создал Всевышний Аллах. О, Аллах благослови и приветствуй его и его семейство. Всевышний Аллах создал его и возвысил, восхвалил, выделил его и упомянул о нем после того, как направил ко всем этим отличительным качествам. Кто наставил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует? Аллах. Именно он наставил его, избрал, выбрал его, и после этого отозвался о нем с похвалой. Увековечил его славу, возвысил его положение и сообщил ему в Коране, что его будут поминать вечно, вплоть до наступления судного часа. Приведите мне другого человека. Пусть даже это будет пророк, которому Аллах даровал то же, что и Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Кто это? Даже пророки. Никто из них не достиг такого же положения. Он один получил его, исключительно он. И он отличается им от всех остальных. В этом он одержал верх над остальными пророками. Да пребудет над ним мир и благословение. Послушай, что говорит о нем Всевышний Аллах. И при этом он клянется. И если Аллах, Велик Он и Возвышен, клянется, то обрати весь свой слух, зрение, душу, все клетки своего тела, корни волос, кости и суставы на этот аят. Поистине Всевышний Аллах произнес клятву. Если какой-то ученый или великий шейх начинает клясться, мы слушаем его всем сердцем. Так что будет, если поклялся сам Аллах? Когда один бедуин услышал аят, и он был бедуином, он пришел, пригнав свою верблюдицу из пустыни. Он спросил, «О Ибн Аббас, приведи мне какие-нибудь слова Аллаха». Тот ответил, «Поистине Всевышний Аллах говорит». «Бедуин воскликнул, а кто же просил моего Господа, чтобы он клялся? Разве кто-то может не поверить ему? После этого он упал без сознания». Если Аллах клянется, обратив свое существо к этому аяту, «Иди сюда и послушай, дорогой мой брат, любимый мой брат, о чем же поклялся Аллах?» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всевышний Аллах восхвалил его и в целом и в деталях Аллах Велик Он и Возвышен восхвалил его И он Аллах Он с похвалой отозвался о Мухаммаде да благословит его Аллах и приветствует И в целом и в подробностях Он подробно восхвалил его Подробно похвалил его и подробно подтвердил его пророчество Не заблудился ваш товарищ и не сошел с пути Здесь Аллах восхвалил его разум и понимание Его разумение и проницательность Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал Аллах восхвалил его зрение и видение В этом аяте Аллах восхвалил пророка да благословит его Аллах и приветствует в целом Но в суре Ан-Наджм также можно увидеть удивительнейшие вещи Так Всевышний Аллах упомянул органы тела пророка да благословит его Аллах и приветствует Упомянул сердце пророка Упомянул глаза пророка да благословит его Аллах и приветствует Он упомянул даже спутника, обладающий могучей силой и прекрасным сложением Он вознесся на наивысшем горизонте, это Джбриль Он восхвалил даже его спутника Все, что находилось близко от пророка да благословит его Аллах и приветствует Все это восхвалил Господь миров О Аллах, укрепив в наших сердцах любовь к посланнику Аллаха Мы должны любить его, уважаемые братья. А знаете ли вы зачем? Потому что Аллах любит его. Потому что Аллах полюбил его такой любовью, которая превышает всю другую любовь. Поэтому пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Воистину, Аллах взял вашего товарища себе в халили, то есть в личные друзья, любимцы, так же, как и Ибрагима». Если мы скажем, что пророк да благословит его Аллах и приветствует хабибуллах, то есть возлюбленный Аллахом, мы тем самым умолим его достоинство. Он, халилилллах, любовь Аллаха проникла в посланника Аллаха, и Аллах любит пророка да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем кого-либо другого. Как сообщил пророк да благословит его Аллах и приветствует, Аллах, Велик Он и Возвышен, избрал из сынов Адама, Ибрагима. Из сынов Ибрагима избрал Исмаиля, из потомков Исмаиля избрал род Кинаны, из рода Кинаны избрал Курейша, Из курайшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима избрал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Одно избрание за другим, третьим и четвертым. Разве мы не любим его? Нет, клянусь Аллахом. Мы любим даже ту землю, с которой соприкасались его ноги, да благословит его Аллах и приветствует. Как мы радуемся, когда приезжаем в Медину и смотрим на гору, на которую он когда-то смотрел. Мы радуем наши глаза, глядя на то, на что смотрел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Мы услаждаем наши тела тем, что ходим по земле, по которой ходил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы свидетельствуем перед Аллахом и берем Аллаха в свидетели, что мы любим посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем собственных отцов и матерей. Клянусь Аллахом, посланник Аллаха более любим для нас, чем мать, которая столько уставала ради нас, вынашивала нас в животе 9 месяцев. и мы отвлекали и утомляли ее до старости, или, возможно, до самой ее смерти, клянусь Аллахом, посланник Аллаха более любим для нас, чем наши матери. Потому что тот, кто спас меня, спас мою мать и спас моего отца после соизволения на то Всевышнего Аллаха, это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он плакал ради тебя, уставал ради тебя, ходил ради тебя, его избивали из-за тебя, его голову разбивали до крови ради тебя, ему выбили резец, его изгнали из родного города ради тебя, он жил со скорпионами и змеями в пещере ради тебя, он начал жить среди этих грязных созданий ради тебя, все это для тебя. Так как же мы можем не любить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и как сегодня нам может казаться сложным или тяжелым следовать одной из его сунн? Возможно, мы иногда говорим, ей Богу, мы любим его и любим его сунну, просто стесняемся оживлять его сунну среди людей. Ты стесняешься сунны, с которой он трудился ради тебя? Он даже говорил Айше, о Айше, клянусь Аллахом, поистине глаза у меня спят, а сердце не спит. Мои глаза спят, а сердце не спит. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Возможно, просыпался ото сна и начинал молиться, потому что он, да благословит его Аллах и приветствует, не спал. Его сердце всегда было на чеку. Его сердце бдело ради того, чтобы спасти тебя. Он получал откровение, чтобы нанести его до тебя. Вся работа пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Принятие откровения, потом действие согласно откровению, после этого передача этого откровения, затем обучение этому откровению, затем побуждение людей к несению откровения к другим людям. Вся его работа была связана с откровением, да благословит его Аллах и приветствует. Он не говорит по прихоти, это всего лишь внушаемое ему откровение. Толкователи Корана сказали, что Коран — это откровение, и Сунна — тоже откровение. Даже достоверные хадицы — это откровение. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил их по приказу Всевышнего Аллаха. Это всего лишь внушаемое ему откровение. Этот Пророк, от любви к нему Всевышний Аллах почтил его тем, что какой бы человек ни поминал Аллаха, он также будет поминать Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Разве Аллах не сказал? Аллах поручился за то, что он сохранит славу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так же, как он поручился сохранить Коран. Тот, кто любит этого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тот, кто восхваляет его и возвеличивает, — это Господь, перед которым мы падаем ниц к земном поклоне. Господь, ради поклонения Которому мы были созданы. Господь, чьи веления в вопросах поклонения мы исполняем. Это Он сказал такие слова о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Толкователи Корана сказали о словах Всевышнего Аллаха, «Разве мы не возвеличили для тебя славу твою?» Они сказали, это значит, что когда бы не поминали Аллаха, вместе с Ним поминают и Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто хочет принять Ислам, должен произнести два свидетельства. Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха. Муадзин произносит два свидетельства. Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, посланник Аллаха. Когда хатыб, проповедник, начинает с прославления Аллаха, он должен закончить салаватом на Пророка, иначе вся его проповедь будет недействительной. Худба, в которой нет салавата на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это недействительная худба. И джума-намаз превращается в зухр-намаз. Необходимо прочитать салават на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, потому что салават на пророка является одним из столпов пятничной проповеди. Задумайтесь над тем, как Аллах сохранил славу пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этот низкий, жалкий человек, Алиас ибн Ваиль, имел наглость обозвать пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, что Мухаммад, бездетный, и куцый, то есть его род и его слава, прекратит свое существование. И Аллах защитил его. Покажите Мне любого другого человека, который бы был подобен посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, защиту которого Аллах взял на себя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не стал защищаться перед Аль-Ассом и Бин-Ваилем. Его защитил Всевышний Аллах. И как могло быть иначе? Ведь Мой Господь говорит. Причем говорит не только для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этот аят может касаться всех людей в общем. Так что тогда сказать о Мухаммаде? Это же господин всех верующих. Аллах взял на себя его защиту и сказал Задумайтесь над этим. Ибн Ваэль говорит, что Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует бездетный. Аллах начал ответ с того, чтобы успокоить сердце пророка да благословит его Аллах и приветствует. С какого-то дара пророку да благословит его Аллах и приветствует. Он словно говорит, Мухаммад, будь спокоен. Вот я даровал тебе Аль-Каусар. Затем он защитил посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. И пророк да благословит его Аллах и приветствует успокоился. Так Всевышний Аллах отменил всю славу, память, историю и поминание Алиаса ибн Ваэля. Никто не вспоминает о нем. А если и вспоминает, то проклинает и называет жалким. Потому что он посмел обозвать пророка да благословит его Аллах и приветствует. Курайшиты говорили, что Мухаммад одержимый. И Всевышний Аллах сказал. Сам Аллах защищает эту великую личность, сильную личность, великую личность. Личность, которую непременно возлюбит даже ребенок и последует его пути. Аллах защищает его и говорит, нет, Мухаммад, ты не сумасшедший. Даже если они говорят, что одержимый, ты неодержимый. Мало того. Всевышний Аллах защищает его, говоря, Еще до этого он сказал. Курайшитские кафиры сказали, что Мухаммад поэт, и Аллах сказал нет. Они сказали, что Мухаммад прорицатель, Аллах сказал «нет». Они сказали, что Мухаммад одержимый, Аллах сказал «нет». Они сказали, что Мухаммад бездетный, Аллах сказал «нет». Аллах защитил его. И это записано в Коране, который Аллах поручился сохранить до наступления судного часа. О Аллах, воистину мы просим тебя сделать любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хладом для наших сердец. Братья мои, я хочу сказать вам, как Аллах любил и до сих пор любит этого пророка, чтобы мы очнулись от нашей беспечности. Какое влияние на нас могут оказать люди? Когда к нам приходит какой-то шейх, читает перед нами какую-то лекцию, мы говорим «как прекрасна его лекция». Когда к нам приходит факы и дает нам какие-то фатвы, мы говорим «как прекрасна его знания, как он силен в знании». Хорошо. А что мы тогда сможем сказать о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которого избрал Аллах. И выбрал из всего человечества. Он сделал его господином всех сынов Адама. Как об этом сообщил пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я господин сынов Адама, и нет в этом похвальбы. Знаете, я не похваляюсь перед вами, но я на самом деле господин сынов Адама. Я даже лучше, чем мой праотец Адам. Лучше, чем Адам. Да благословит Аллах и приветствует его и его семью. Все это, уважаемые братья, призывает нас к тому, чтобы мы задумывались и размышляли. На нас оказывает влияние какое-то административное лицо, культурная личность или кто-то, кто появляется на наших экранах. Но какое влияние на нас оказала жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Знаете, тот ученый, которого мы любим, который произвел на нас такое впечатление. Всех этих людей хвалят другие люди. Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, это тот, кого восхвалил сам Всевышний Аллах, велик он и возвышен. Более того, Аллах сказал, Аллах связал твою веру в Него с твоей верой в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Если ты веришь в Мухаммада, значит ты веришь в Аллаха. Твоя вера не будет полной, если ты не поверишь в Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Более того, Всевышний Аллах не принимает твое повиновение, если ты не покорился посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это обязательно. Поэтому Всевышний Аллах сказал «Мэй ютир Расул, фа кад атаа Аллах». Хочешь покориться Аллаху? Покорись посланнику Аллаха да благословит его Аллах и приветствуй. Как Аллах возвысил его положение? В нашей жизни, уважаемые братья, если к нам придет какое-то должностное лицо, министр, король и скажет нам, если вы хотите, чтобы я был вами доволен и любил вас, возвеличивайте такого-то сына такого-то, уважайте его и подчиняйтесь ему. Тогда мы все направимся к тому человеку, говоря, король приказывает нам любить его и подчиняться ему. Так что тогда сказать об Аллахе, который приказывает нам и говорит, «Истинная сущность вашего подчинения мне кроется в подчинении посланнику Аллаха да благословит его Аллах и приветствует». Как тогда мы будем смотреть на пророка да благословит его Аллах и приветствует? Братья мои, мы обязательно должны знать место этого пророка да благословит его Аллах и приветствует и должны возвеличивать его и уважать, чтобы нам было легко следовать за ним. Тот, кто не познал пророка да благословит его Аллах и приветствует и не знает о его достоинствах, следует за ним так, как мусульмане. Извините меня, как мусульмане в целом. Люди следуют посланнику, давайте и мы тоже будем следовать ему. Но если ему в голову однажды стукнет оставить сунну, он так и сделает. Если ему вдруг стукнет отложить сунну, он ее отложит, потому что такой человек всегда смотрит на людей. Мой отец делает сунну, и я буду ее делать. Люди делают сунну, и я буду ее делать. Когда же ты едешь в хадж, например, ты можешь увидеть, как некоторые люди подходят к тебе и спрашивают, что делал посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, как он надевал их храм. Но все это лишь формальное следование. Твое следование должно строиться на твоем почитании аятов, которые разъяснили положение этого пророка да благословит его Аллах и приветствует, и место, на которое Всевышний Аллах его поднял. Изначально мы любим Мухаммада да благословит его Аллах и приветствует только потому, что его любит Аллах и велел нам любить его. Любовь к пророку да благословит его Аллах и приветствует исходит именно из книги Аллаха, а затем из сунны. Она исходит не только из того, что я мусульманин, из мусульманского селения в мусульманской стране. Любовь к пророку да благословит его Аллах и приветствует. Истинная любовь исходит из аятов Всевышнего Аллаха. Задумайся, как Аллах повелел тебе покориться Ему и сделал так, чтобы твоя вера строилась на покорности Ему. Он осветил его место, возвысил его положение, чтобы научить тебя, кто этот человек да благословит его Аллах и приветствует. Посмотрите, как Аллах обходится с пророком да благословит его Аллах и приветствует, с добротой. И одно из имен Аллаха — Аль-Латиф, добрый. Вот Всевышний Аллах сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, когда он разрешил лицемерам остаться дома. Ученые сказали, посмотрите, как добр Аллах к этому пророку. Аллах начал с прощения еще до того, как чем-то порицать его. Потому что если бы Аллах начал порицать Мухаммада до того, как сообщить ему о прощении, сердце посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разорвалось бы от страха перед Аллахом. Поэтому Аллах успокоил его сердце. Он сказал, Аллах простил тебя, не бойся, Мухаммад, я простил тебя. Но остается вопрос, почему же ты разрешил им остаться дома? Аллаху акбар! Покажите мне другое подобное обращение Аллаха к любому человеку, даже к другим пророкам. Когда Абу Джахль сказал Мухаммаду, ты лжец, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, опечалился. И Всевышний Аллах сказал, посмотри, как добро Аллах с этим пророком. Он успокаивает его, не печалься. Он говорит, Мухаммад, знаешь, даже если Абу Джахль сказал тебе, что ты лжец, он на самом деле не считает тебя лжецом, он просто хочет отвергнуть Коран, он хочет отвергнуть религию, а на самом деле он знает, что ты говоришь правду. Посмотрите, насколько добрый Всевышний Аллах был с этим пророком. Он успокаивал его сердце каждый раз, когда тот печалился. Поэтому ты можешь увидеть, что к пророкам в Коране Аллах обращается по их именам. О Адам, о Нух, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Что ему говорил Всевышний Аллах? Мягкость даже при обращении к нему. Хотя тот, кто к нему обращается, это Аллах. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был бесконечно далек от того, чтобы хоть на волосок приблизиться к степени божественности. Аллах — это Аллах, а Мухаммад — это Мухаммад. Он не может подняться до степени божественности. Им нельзя клясться. И он был недоволен, когда им клялись. Даже когда один человек пришел и сказал «Это то, что пожелал Аллах и пожелал ты», пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему «Говори то, что пожелал один Аллах». Когда какой-то человек поклялся им, он запретил ему так делать. Этот великий Господь при всем своем величии, могуществе и силе, власти и мощи так по-доброму обращается с этим пророком. Разве это не указывает на величественность этого славного пророка? Да благословит его Аллах и приветствует. Он не обращается к нему по имени. Когда же Аллах использовал имя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это было в контексте повествования. Мухаммаду-Расулу Аллах, О, Аллах, сделай нас милостивыми друг к другу. Здесь Аллах просто рассказывает о нем. Когда же он обращается к нему, он использует титулы и прозвища, которые любит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он напоминает ему о великих вещах, о пророчестве, о посланнической миссии, о начале неспосылания, откровения. Посмотрите внимательно, уважаемые братья, как много даровал Аллах этому пророку, чтобы разъяснить его достоинства. Братья мои, некоторые люди не познали достоинства посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но другие создания, бессловесные животные, неодушевленные предметы и растения знают о достоинстве посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Люди, обладающие разумом, не познали достоинства посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Анимые горы, черные камни и деревья признают достоинство посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Клянусь Аллахом, я помню скалу на горе Ухуд, которая приветствовала меня». Скала говорила ему, «Мир тебе, о Мухаммад!» Хотя эта скала – камень, что-то неодушевленное. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел вместе со своими сподвижниками на сражение. Он сделал остановку и не нашел места, где бы справить свою нужду. Тогда он схватился за ветку одного дерева, потянул его, и дерево подчинилось ему, и пошло за ним. Потом он взялся за ветку другого дерева, и это дерево также поддалось ему. Так он смог поставить эти два дерева рядом, справил свою нужду за ними, а потом сказал им, расходитесь. И они разошлись по велению Аллаха. Деревья знали, что это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Некоторые из людей не знают, какое положение занимает Мухаммад. Они считают, что сунна, то есть обычаи и практика, кого-то другого, сунна иудеев и христиан, это прогресс, культура и истинное понимание. А сунна Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это что-то постыдное. Неудача, лень, отсталость, нерадение, застой, провал и поражение. Такой человек считает, что совершенство и красота в том, чтобы мы были как иудеи и христиане. А неудача и стыд, который покрывает твое лицо, это когда ты будешь как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во внешности и речах. Как высокие должностные лица стесняются начать свои слова с восхваления посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но они не стыдятся начать свою речь с тех же слов, что и иудеи и христиане. Как стыдятся директора фирм и ответственные лица, которые заседают в Америке, Великобритании и на международных мировых конференциях и съездах. Как они стыдятся говорить о сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Но они не стыдятся прославлять каких-то известных должностных лиц, известных по всему миру. Как некоторые из тех, которые считаются мусульманами, стесняются начать свою речь со слов «бисмилляхи ррахмани ррахим». Но они не стесняются начать ее с английских слов. Он начинает с «good morning» или «джентльмен». Он радуется этим словам и уважает их, но стесняется сказать с именем Аллаха и хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха. И если ему это сказать, он ответит, ну шейх, мы же там, среди кафиров. Но разве кафиры не должны знать, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Клянусь Аллахом, какой бы иудей и христианин не услышал обо мне, а затем не последовал за мной, или не последовал за тем, с чем я был послан, Аллах сделает запретным ему рай». Даже он должен знать, что весь успех и победа с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, что счастье в этом мире и в мире вечном с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Люди не стыдятся прославлять своих президентов и чиновников, а нам Аллах дал власть на земле. Мы заняли высокие посты и у нас огромные зарплаты, на нас даже показывают пальцем. И вот после того, как Аллах возвысил нас посредством этого пророка, который не умел ни читать, ни писать, Аллах оказал нам честь посредством него. После этого мы стесняемся упоминать его имя на мировых съездах. Да оставит Аллах без поддержки того, кто постеснялся упомянуть имя посланника Аллаха и одержал победу, клянусь Аллахом, тот, кто оживил в своем сердце и упомянул своим языком посланника Аллаха на любом собрании. Братья мои, о пророке, да благословит Аллах и приветствует его и его семью, знали даже неодушевленные предметы. А мы не замечаем его? Дерево знало его, скала знала его. А ты, о мусульманин, о сын ля-илях и ля-ллах, о представитель поколений, выросших на пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, каким окажется твое положение с посланником Аллаха? Сегодня наши дети, как они радуются западным прическам, западной одежде, западным криком моды, западным моделям. И как они стыдятся носить одежду, которую любил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И читать слова, которые любил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы видим, что хафиз Корана считается одним из простых людей, а тот, кто получил докторскую степень по инженерии, докторскую степень по технологии, считается лучше него. На общих собраниях мы выдвигаем вперед такого специалиста, а задвигаем хафизов Корана. Здесь-то мы падаем в глазах Аллаха и оказываемся в унижении и бесчестии по сравнению с другими общинами. Когда хафиза Корана мы поставили у двери, а врачей, инженеров и технологов на всех собраниях посадили в центре. Более того, если Аллах даровал тебе знания технологии, медицины и инженерии, тебе необходимо преклоняться перед знатоками Корана, потому что в своих сердцах они несут слова Всевышнего Аллаха, который отправил откровение через Джибриля в сердце пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Уважаемые братья, любимые мои в Аллахе братья, задумайтесь, насколько сильно мы сегодня нуждаемся. Я говорю вам со всей чистотой и правдивостью, как сильно мы сегодня нуждаемся в том, чтобы вернуться к тому, на чем мы были раньше. К сунни посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Вернуться к тому, как ревностный посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относился к запретному. Вернуться к сунне пророка да благословит его Аллах и приветствует в том, что он любил, а что ненавидел. Любить того, кого любит Аллах, и ненавидеть того, кого ненавидит Аллах. Вернуться к сунне пророка да благословит его Аллах и приветствует в его вере и акиде, чтобы в наши сердца проникло упование на Аллаха, уверенность в Аллахе, опора на Аллаха, вверение наших дел Аллаху и вера в то, что Всевышний Аллах вершит то, что пожелает. Нам надо вернуться к сунне пророка да благословит его Аллах и приветствует, и точно знать, что победа, вся победа, наступает тогда, когда я пребываю на сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в моей вере, в поклонении, в моем нраве, в моих отношениях с людьми и в моем общении. И я понесу убыток, если хотя бы в одной из этих пяти отраслей ты не будешь следовать пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Истинная вера в то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует посланник Аллаха, это, братья мои, Когда мы убеждены из глубины сердца, что все пути ведут в адский огонь, кроме пути посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Все эти западные последние крики мод никак нам не помогут. Польза будет, если ты последуешь пути этого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Слова любого человека можно или брать, или отвергать, кроме слов посланника, да благословит Аллах и приветствует его и его семью. Братья мои, нам необходимо вернуться, задуматься и поразмыслить. Сегодня наша умма, это умма, которая начала отдаляться от сунны, начала отдаляться от жизни посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Нам необходимо вернуть нашу умму, необходимо вернуть умму к жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Воспитываешь ли ты свою жену на сунне? Воспитываешь ли ты своих детей на сунне? Радуешься ли тому, что твоя дочь следует сунне? Чувствуешь ли ты счастье, что говоришь своим коллегам по работе, что твои дети следуют сунне? Гордишься ли ты, когда твои дети получают дипломы по сунне? Или же гордишься, если они ничего не понимают в сунне? Зато взяли дипломы, связанные с чем-то исключительно мирским. Братья, нам необходимо поверить в самих себя. Мы впитались в молоком матери, что Мухаммад – посланник Аллаха. Подчиняемся ли мы ему в том, что он приказал? Или говорим «потом, иншаЛлах?» Ей Богу, это провал. Мы не можем делать сунну посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ей Богу, посланника мы любим просто. Я стесняюсь. Стесняюсь. Мне что, выполнять сунну посланника? Мне ходить как посланник, да благословит его Аллах и приветствует? Одежду надеть, какая у него была, лицо сделать, как у него, я и Богу не могу. Это вообще не подходит для моей должности. «Тааатуху фима амар, тасдикуху фима ахбар, вачтинаб ма нхаанху вазажар, ва алла юрбад Аллах, илла бима шара». Мы выучили наизусть эти слова еще в детстве. Еще когда мы были детьми, мы выучили их наизусть. Но давайте вернемся к ним и задумаемся, подчиняемся ли мы ему в том, что он приказал, или откладываем? Верим ли мы в то, что он нам сообщил? Или же говорим «ну, посланник правильно сказал, но…» Это «но» стирает с собой все, что было до него. Это ограничительная частица, то есть она словно поправляет, исправляет. Мы любим посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но… Слова посланника истинны, но… Так что кто-то из нас не может встать ночью на дополнительный намаз, зато может полтора часа смотреть матч. Потому что выстаивание ночного намаза – это сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А матчи – это сунна неверных, и мы любим сунну неверных. Сидим перед телевизором полтора часа ночью, но сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, очень тяжела. Хорошо, ты же знаешь, посланник Аллаха говорил насчет выстаивания ночного намаза. Да, все правильно говоришь, но так мы стерли нашу любовь к словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Нашу веру и уверенность в том, что пообещал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Я приведу вам один пример. Анас ибн Малик сказал, о посланник Аллаха, я прошу тебя, я прошу у тебя заступничества. Я хочу, чтобы ты заступился за меня в судный день. Посмотри на его веру. Вот он говорит с посланником и слушает слова посланника так, как будто видит судный день. Анас сказал, о посланник Аллаха, я прошу у тебя заступничества за меня. Он ответил, я это сделаю, я заступлю за тебя. Анна замолчал? Что он сказал потом? Он сказал, о посланник Аллаха, где я тебя найду? Он верил так, как будто уже завтра окажется на страшном суде. Он спросил, где я тебя найду? Это не как некоторые из тех, кто приписывает себя к религии. К одному такому позвонили и спросили, каким будет воскрешение, день суда, предстояние перед Аллахом. И он отвечает, брат, оставь эти вопросы, всего этого нет. Ты это забудь, забудь об этом, живи своей жизнью. И этот человек, который приписывает себя к религии, посмотрите, человек, которого приписывают к религии, начинает отрицать воскрешение. Это из-за того, как он далек от сунны. Иногда нас прельщают экраны, накидки шейха, благовония, миски, и мы отдаляемся от сунны. Говорим, потом, сунна потом, мы теряем ее, даже если мы религиозные люди. Каждый раз, как мы отдаляемся от сунны, мы становимся ближе к животной жизни. Каждый раз, как мы отдаляемся от сунны, мы становимся ближе к жизни скота. Почему? Потому что отдаленность от сунны означает то, что ты будешь жить, как курайшиты. Как курайшиты. А их жизнь была подобна жизни животных. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел, он дал им культуру и принес им цивилизацию. До этого они были отсталыми людьми. Поэтому мы и говорим сегодня, сунна – это прогресс и развитие, а оставление сунны – регресс и отсталость. И доказательством этого являются курайшиты. Они были на пике отсталости, когда к ним пришла сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда же к ним был отправлен посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он развил их, дал им цивилизацию, возвысил их. А сегодня некоторые несчастные, слабоумные люди, со слабыми сердцами, о Аллах, избавь нас от них, как пожелаешь. Они стоят впереди на собраниях и экранах и говорят. Некоторые вещи, которые пришли от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не подходят к нашей сегодняшней реальности. Как будто бы сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не всеобъемлюща, не универсальна, а временна. Она работала первые 10 лет, а через 10 лет уберите ее. Найдите себе какую-нибудь другую сунну. Аллах тот, кто взял на себя сохранение славы этого пророка. Разве он не хотел от нас, чтобы его сунна оставалась среди нас, одно поколение за другим? Разве не он сказал, кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху? Тогда как же мы можем говорить, что сунна посланника была подходящей в течение 10 лет? Одного или двух веков. А потом все. Неужели через 1400 лет вы хотите, чтобы мы следовали тем же путем? Клянусь Аллахом, мы не изменим его. О Аллах, укрепи нас на сунне посланника, да благословит его Аллах и приветствуй до того момента, как мы встретимся с тобой. И не изменяя это положение ни для нас, ни для наших детей. Мы пример для наших детей. Если мы будем охранять сунну, они тоже будут блюсти ее. А если мы потеряем ее, ее потеряют и они. Потому что они видят больше, чем слушают и читают. Они видят нас. Мы воспитываем следующее поколение, которое не видит сунну в нашей одежде, в нашем внешнем виде и в наших домах. Тогда как мы хотим, чтобы они поняли сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Он должен читать об этом в книге? Он не хочет читать. Вообще человек получает 80% информации через зрение, а через слух почти 20%. Проповедь не поможет, если сам хатыб не следует сунне. Слушающий запомнит внешность и вид хатыба и оставит его слова. Также и отец, если он будет говорить детям, давайте, давайте, следуйте посланнику, прочитай салават, прочитай салават на посланника Аллаха. Мы говорим это на наших собраниях. А у того, кто говорит, прочитай салават на посланника Аллаха, в жизни не практикуется. Никакая сунна посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Не поможет просто говорить это языком. О умма Мухаммада, вас зовут Умма Мухаммада, вы называетесь его именем. Вам необходимо быть как он, и внешне, и внутренне. Наши сердца должны быть как его сердце, а наше милосердие как его милосердие. Когда Аллах похвалил пророка да благословит его Аллах и приветствует, что он сказал о нем? Всевышний Аллах описал его качествами милосердия и сострадания. И это также два из качеств Аллаха. Аллах ар-рауф, сострадательный, и ар-рахим, милосердный. И Мухаммад да благословит его Аллах и приветствует, рауф и рахим. Внутри мы должны иметь сострадание и милосердие, любовь к окружающим. Должны претерпевать неприятности от людей, как терпел пророк да благословит его Аллах и приветствует. Терпеть жену. Пророк был господином во всем. Он господин всех женатых, господин всех отцов, господин всех детей, господин ученых, господин факыгов, господин судей, господин царей, господин правителей, господин даже сыновей. Хорошо, но ведь пророк да благословит его Аллах и приветствует, рос без отца и матери. Но что он сказал? Я попросил разрешения у своего Господа посетить могилу моей матери. Чтобы воспитать детей, научить их, как им нужно обращаться со своими родителями. Хотя его мать умерла до того, как он стал пророком, он попросил разрешения у Аллаха навестить ее могилу. Он воспитывает молодых людей, как они должны вести себя со своими родителями. Также он воспитывает отцов, как они должны вести себя со своими детьми. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был господином отцов. Он целовал Фатему, когда она уже была замужем и родила детей. Сегодня, уважаемые братья, мы целуем наших дочерей примерно до 9-летнего возраста. А потом все, между нами нет никаких поцелуев, объятий и любви. Мы лучше понимаем этот вопрос, чем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он целовал ее, когда она была женой Али, когда она уже была матерью Аль-Хасана, Аль-Хусейна и Зейнаб. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, целовал ее. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был господином всех факыгов и господином судей. Он судил людей и был справедлив. Он был господином царей. Он стал правителем, сел на трон власти, даже если и не хотел власти. Да благословит его Аллах и приветствует. Он руководил и господствовал. И он обещал, привязывая два камня к животу от голода. Он обещал, что пойдет Персидская и Византийская империи. И они действительно пали. Потому что таким было обещание Аллаха. И это пообещал посланник Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Несмотря ни на что он не возгордился. Царь, но скромный. Правитель, но добрый. Министр, но близкий к людям. Он господин всего человечества. Посмотри на пророка. да благословит его Аллах и приветствует, во всех сферах твоей жизни. Если ты муж, посмотри на то, как он вел себя со своими женами. Если ты отец, взгляни, как он вел себя со своими детьми. Если ты сын, как он вел себя с родителями. Если ты возглавляешь фирму, и у тебя есть работники, посмотри на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как он обращался с теми, кто был ниже его. Взгляни, Анас говорит, я прислуживал ему 10 лет. Спроси себя, ты, о директор, ты всего два года занимаешь эту должность, Но все тебя уже ненавидят, все тебя проклинают в своих ночных молениях. О, притеснитель, горе тебе от Аллаха, ты попрал наши права. А Анас служил ему 10 лет и рассказывал, клянусь Аллахом, когда я делал что-либо, он ни разу не спросил меня, зачем ты сделал это. Если же я не делал чего-либо, он ни разу не спросил меня, почему ты не сделал того-то. 10 лет, не 5 месяцев, не 2 года. О, Аллах, зажги наши сердца любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и оживи наше следование его сунни. Уважаемые мои братья, любимые в Аллахе, к правам этого пророка, да благословит его Аллах и приветствует, относится то, чтобы мы любили его чувственной любовью. Чувственной любовью, даже если мы еще не выполнили приказ о следовании за ним. Самое первое, это чувственная любовь. Она должна быть еще до следования ему. Некоторые считают, что любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выражается исключительно в следовании ему. И все, можешь его не любить. Ты упоминаешь его имя, нервы напряжены, и ты говоришь, о, Аллах, благослови Мухаммада. Нет, ты должен любить его чувственной любовью, так, как ты любишь своих отца и мать, только сильнее. Когда упоминают его имя, ты благоговеешь перед его именем. Если о нем рассказывают, с твоих глаз текут слезы. Если кто-то говорит о нем, ты начинаешь тосковать по нему. А когда ты вспоминаешь о смерти, ты говоришь, «Клянусь Аллахом, смерть легка для того, кто хочет увидеть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Это и есть чувственная любовь. Доказательством необходимости такой любви является история о том, что однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, привели пьяного человека. И один из подвижников начал ругать его и сказал, «Как же часто его приводят в пьяном виде». И что сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Он сказал, «Не говори так». «Не ругай его». «Воистину я знаю, что он любит Аллаха и его посланника». Пьяница любит посланника? Да, он любит его в своем сердце. Поэтому даже если грешник совершает грех или нечестие, из его сердца не уходит любовь к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Возможно, ему не была дарована любовь, следование ему, но в его сердце есть чувственная любовь, стремление к этому пророку, которого Аллах приказал любить. Итак, уважаемые братья, задумайтесь. Нам нужно на самом деле прочувствовать смиренность и благоговение при упоминании посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это не считается заблуждением или противоречием сунне. Ведь сподвижники, да пребудет над ними довольство Аллаха, преклонялись перед посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И даже после его смерти, когда кто-то упоминал о нем, Амр обнуль Ас говорил, клянусь Аллахом, если бы вы попросили меня описать посланника Аллаха, я бы не смог, потому что я не мог пристально смотреть ему в лицо. Амр склонял свою голову, когда видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он не мог пристально смотреть на него. Нам следует проявлять нравственную этику по отношению к пророку. Если мы возьмем сборники Бухари и Муслима, мы должны нести их с почтением. Так же, как мы уважаем Коран, мы уважаем и второе откровение – Сунну. Это слова, которые произносил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Их надо уважать. Если у тебя книга о Сирии, в резнеописании пророка, ар-рахи-куль-махтум, не бросай ее, а скажи, возьми сын, поставь обратно в библиотеку. В ней упоминается посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Такое почтение обязательно. Посмотри на сподвижников, да пребудет над ними довольство Аллаха. Как они любили пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они любили его чувственной любовью. У Ум Саляма была корзиночка для благовоний. Это было уже после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Внутри было несколько волосков пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый раз, как кто-то заболевал, она давала им эту корзинку. Они окунали ее в воду, и потом больные лечились этой водой. Пили воду, в которой пребывали волосы пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И Всевышний Аллах исцелял их. А Муавии рассказывали, что он хранил ногти посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он говорил, когда я умру, положите их на мои веки, чтобы с ними я встретил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Халид ибн-Уль-Валид про него рассказывает, что он взял волос пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и положил его в свой шлем, с которым участвовал в битвах и джихаде. Этот шлем у него был на голове, и в нем был волос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел, как одна из его сподвижниц собирает его пот. Он спросил, что ты будешь с ним делать? Она ответила, это для благовоний, и это наши лучшие благовония, о посланник Аллаха. Они умощались потом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, источал наилучший запах. Более того, как сказал Кады Айад в книге «Аш-Шафа бит-та'арифи хукупи-ль-Мустафа», Он сказал, что запах от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был подобен духам или благовониям, даже если он не умощался благовониями. Он говорил, в этом мире мне была внушена любовь к женщинам и благовониям, при этом его собственный запах был подобен благовониям. Он мог проходить мимо кого-то, и люди понимали, что здесь проходил постанник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из-за прекрасного аромата, который от него исходил. Один из подвижников рассказывает, однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует, протер мою щеку, и я продолжаю ощущать приятный аромат от руки посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Любовь и чувство, постоянные мысли о пророке да благословит его Аллах и приветствуют, уважение и нравственная этика. Братья мои, если мы не воспитаем наших детей на этой этике, они будут сидеть на хутбе, почесывать голову, зевать, смеяться, протягивать ноги вперед, подтягивать назад, играть со своей одеждой и платком, потому что он не осознает, что эти слова, которые он слышит, это слова посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. Слова великого, уважаемого, почитаемого человека, славу которого Аллах возвеличил и поместил его на возвышенное место. Необходимо слушать его слова со всей учтивостью и воспитанностью. Когда говорил посланник, сподвижники сидели неподвижно и замирали, как будто бы на их головах сидели птицы, от того, насколько они были смиренны, и как благоговели перед словами посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. А сегодня, как часто перед нами упоминают слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Дома, с нашими женами, в телевизоре. И в это время я шучу со своими детьми или играю с ними. Так они и выросли на том, что эти слова не важны. Если ты услышишь фразу «посланник Аллаха сказал», играй и смейся. Хотя надо было бы, как только мы услышим «посланник Аллаха сказал», говорить «молчи, тихо, тихо». Это же слова посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Послушай, что говорит посланник. Затем ты напоминаешь ему о словах Всевышнего Аллаха. «Айюха الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضكم». Ученые сказали, что этот аят продолжается даже после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они сказали, если ты находишься на каком-то религиозном собрании, на собрании, где поминают Аллаха и где рассказывают хадисы, не прерывай того, кто говорит. Не поднимай свой голос, а то воздаяние будет тяжелым. Какое оно? أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Если ты не проявишь уважение к словам посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, все твои дела с того момента, как ты стал мусульманином, с момента, когда ты достиг половой зрелости, все твои деяния окажутся тщетными. Саббит ибн Кайс был хатыбом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда был неспослан этот аят, он перестал общаться с людьми. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, где Саббит? Люди пошли к нему. Потом вернулись и сказали, о посланник Аллаха, он плачет у себя дома. Он спросил, а почему? Они ответили, потому что был неспослан аят. И это тот аят, который я вам прочитал. Саббит сказал, я один из тех, кто повышал голос на хутбе, и, возможно, мой голос в тот момент был громче голоса пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк сказал, нет, напротив, он будет жить достойно, умрет шахидом и зайдет в рай. И он был убит, похоронив половину своего тела во время войн с вероотступниками. Когда он увидел, что сподвижники колеблются в битве, он сказал им, не так мы сражались во время посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он вырыл яму, спустился туда, зарыл себя и начал сражаться оттуда, чтобы его ноги не двигались, и чтобы он не отступил с этого места и не сдал позиции. И правду сказал о нем пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он будет жить достойно, умрет шахидом и зайдет в рай. Саббит ибн Каис, хатыб в мечети, он был далеко от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он читал проповедь в совсем другой мечети, но он стесняется того, что, возможно, его хутба была громче, чем хутба пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так что же тогда мы, уважаемые братья, можем сказать о сегодняшнем дне, когда хатыб начинает проповедь, а мы дома о чем-то болтаем, а потом прибегаем на хутбу, когда уже был такбир, когда мы слушаем какой-то урок, мы разговариваем. Когда наши дети смотрят канал Маджд, где постоянно говорят, посланник Аллаха сказал, посланник Аллаха сказал, мы в это время перешучиваемся с детьми. Что мы скажем посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в судный день? Нам нужно уважительно относиться к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Второе, его право на нас, чтобы мы следовали ему во всех делах нашей жизни, кроме тех вещей, которые факихи назвали традициями и обычаями, адатами. Ученые говорят, что некоторые адаты, которые соблюдал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не относятся к поклонению. Например, у них есть разногласия по поводу волос, и также они упомянули вопрос кольца, посоха и другие вещи. Являются ли эти вещи одними из тех, в которых мы должны ему подражать? Ученые сказали, что эти вещи не были поклонением. Это был людской обычай в эпоху пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если обычай изменился, и он не относился к поклонению, а был просто обычаем, то если ты будешь продолжать соблюдать его среди людей, которые этого уже не делают, возможно, это приведет к тому, что ты будешь выделяться среди людей, так что не делай этого. Но остальных сунт пророка, да благословит его Аллах и приветствует, придерживайся и руководствуйся ими. Вся победа и успех кроется в следовании пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, вся моя община зайдет в рай, кроме тех, кто отказался. Его спросили, кто же может отказаться, о посланник Аллаха? Он ответил, тот, кто покорится мне, зайдет в рай, а тот, кто ослушается меня, откажется. Тот, кто ослушается меня, тот и откажется. Оставление сунн пророка да благословит его Аллах и приветствует — это ослушание. Оставление сунн пророка да благословит его Аллах и приветствует — это большой грех. Но, уважаемые братья, мы этого не чувствуем. Потому что, как мы поняли сунны пророка да благословит его Аллах и приветствует? Это что? Выполняющий их получает награду, а оставляющий их не наказывается. Таким образом, мы оставили многие из сунн пророка да благословит его Аллах и приветствует. Мы не знаем, что оставление некоторых из его сунн считается грехом, ослушанием и прегрешением. Поэтому, уважаемые братья, мы хотим исправить это определение. Выполняющий сунны получает награду, оставляющий их не наказывается, но будет лишенным и несчастным. Да, тот, кто оставляет сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будет несчастен. Клянусь Аллахом, это бедный человек, он не станет мыслителем или факыгом. Он говорит, брат мой, это же сунна, нет ничего плохого в ее оставлении. Посланник Аллаха не вменил нам в обязанность выстаивания ночного намаза. Посланник Аллаха не вменил нам в обязанность сунны равати в намазе. Посланник Аллаха не вменил нам в обязанность делать намаз так же, как он. Это все просто сунна. Это философия. Оставление сунн означает, что ты будешь лишен и несчастен. Бедный человек, ты потерял свою жизнь, зря прожил. Ты мог бы сейчас занять высокое положение, но ты довольствовался низостью. И Аллах оставил тебя внизу. Ибнуль Джаузи говорит, первая группа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не делала различий между ваджибом и сунной. Напротив, они брали приказы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и выполняли их все. Они выполняли приказы Аллаха, выполняли приказы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и не говорили, какой хокм этого, о посланник Аллаха. Это сунна или ваджиб? Нам надо это делать или нет? Они делали то же, что и посланник Аллаха. Таким образом, братья мои, нам следует вернуться к той жизни. Имам Малик сказал великие слова. Он говорит, последние представители этой уммы смогут исправиться и достичь праведности посредством того же самого, что и первые ее представители. А первые были праведными исключительно из-за своего следования за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Так давайте вернемся к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Давайте отбросим все другие маршруты, дороги, долины и ущелья, которые мы выучили из интернета, из компьютеров, из телевизоров, из спутниковых антенн. Мы выкинем их, а затем будем следовать только одному пути, на котором был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И все. Каким он был? Я хочу жить его жизнью. Читай о нем, выучи, научи других, заставь полюбить его своих детей. Читай его жизнеописание, перечитывай его во второй раз, третий, четвертый и дальше, пока Аллах не заберет твою душу. Не говори, но я уже читал, я уже знаю о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть твоя жизнь будет связана с этим пророком, следуй ему во всем большом и малом. Ибн Умар подражал пророку, да благословит его Аллах и приветствует, даже в способе справления нужды. Он даже останавливался в тех местах, где останавливался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и где он справлял нужду. Однажды он проходил мимо какого-то места, наклонил свою голову, а потом поднял ее. Его спросили, зачем ты это сделал, о, ибн Умар. Он ответил, здесь было дерево, здесь было дерево, сейчас дерева нет. Здесь было дерево, у него был ствол, и под ним проходил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И я делаю так же, как делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри, как Ибн Умар обращался с сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Всю его жизнь он сделал своим девизом. И это то, в чем мы нуждаемся сегодня, в чем нуждается молодежь нашей уммы. Особенно после того, что к нам принесло телевидение, спутниковые тарелки и интернет. Они принесли нам западные картины, где герой в фильме это человек, у которого нет усов и бороды. Он смазливый и нежный. И наши дети стали нежными и любят нежность больше, чем суровость. Любят смеяться больше, чем плакать, читая Коран. Игры любят больше, чем намаз, и любят разговоры о мирском больше, чем разговоры о религии. Они любят записи с песнями, музыкой и нашидами, которые очень близки к музыке, больше, чем читать Коран. Все это сделали мы сами. Они не видели сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если бы они увидели ее, клянусь Аллахом, они бы полюбили ее. Потому что по своей природе сунна пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пленит сердца. Поэтому, уважаемые братья, когда неверные слышат о посланнике, они следуют за ним, хотя они и не мусульмане. Так что сказать о наших детях? Клянусь Аллахом, если бы они познали посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, они бы подчинились ему. Те, кто смотрит на нас сегодня и ругает пророка, знайте, что они ругают пророка, да благословит его Аллах и приветствует, только потому, что не узнали его настоящая жизнеописание, не познали его внешний и духовный мир. Они невежды. Клянусь Аллахом, а посланники Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуют, не может плохо говорить тот, кто знает о нем и о его жизни. Значит, это невежда. Он просто не в курсе. Этот пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не нуждается в том, чтобы я или ты его восхвалял и защищал. Аллах уже защитил его, восхвалил и пообещал наказание тому, кто будет насмехаться над ним. Аллах сказал, воистину, мы избавили тебя от тех, кто насмехается. Все, вопрос закрыт. Любимые мои в Аллахе, братья, сегодня мы нуждаемся в том, чтобы вернуться к жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, к его благонравию в его отношениях с людьми и в его призыве. Братья мои, я просто хочу, чтобы вы взглянули на призыв пророка, как много он плакал из-за своей уммы, как он боялся за свою умму, сколько он выстаивал ночью в намазе из-за своей уммы, обладаем ли мы похожими качествами? Кто из нас плачет из-за уммы? Кто из нас боится за исламскую молодежь? Кто из нас сидит и думает, нас мусульман миллиард и семьсот миллионов человек? Но что же у нас есть из религии Аллаха? Что у нас есть из религии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Насколько мы ее соблюдаем? Кто из нас, даже если говорить о женщинах, кто из нас задумывается о жизни дочерей мусульман? Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, очень заботила жизнь этой уммы. Как ее спасет Аллах? Однажды ночью он плакал так долго, что Джибриль спустился к нему и сказал, «Аллах спрашивает, что заставляет тебя плакать, о Мухаммад?» И что он ответил? Пророк, да пребудет над ним мир и благословение, сказал, «Джибриль, моя умма, моя община». И Джибриль поднялся, а затем вернулся и сказал, «О Мухаммад, поистине мой Господь говорит тебе, мы обрадуем тебя твоей уммой». Все это ради его уммы. А что мы сделали для уммы? Все наши заботы, построить дом, чтобы у меня была вилла, чтобы в ней были большие комнаты, чтобы была хорошая зарплата, чтобы на старости была пенсия и доход, что касается пророка, то, возможно, ему элементарно не хватало еды. Он рассказывал, «В течение 30 дней у нас с Белялем не было другой еды, кроме той, которую Беляль нес подмышкой». Он клал ее подмышку и прятал там. «Тридцать дней, но он плакал ради моего и твоего спасения». Мы хотим вернуться и быть такими же, каким был пророк, да благословит его Аллах и приветствуй. О Аллах, приведи нас к его водоему. О Аллах, сделай нас из числа последователей его сунны. О Аллах, напои нас из его рук глотком, после которого мы никогда не испытаем жажды. О Аллах, даруй нам наслаждение от взгляда на твой лик и дай нам возможность посидеть вместе с твоим посланником в райских садах блаженства. О Аллах, поистине мы просим тебя сделать нас из числа тех, кто жил на его сунне, умер на его вере и был воскрешен на его сунне. О Аллах, благослови и приветствуй нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников.